Музыка Глава региона обратился к милым дамам с наилучшими пожеланиями в канун наступающего международного женского дня. Он пожелал им любви, здоровья и душевной гармонии, отметив, что 25% руководителей в области приходится именно на женщин. Представители прекрасной половины человечества не боятся любой тяжелой работы. Из 10 тысяч предприятий в нашей области сегодня почти 25% – это предприятия, которыми руководят женщины. Традиционно в образовании работают 84% наших женщин, 65% – это здравоохранение, то есть здоровье жителей области в руках женщины и образование в руках женщин. Ирина Исаева из Казалжарского района – мама семерых детей. Поздравление Акима области приняла с волнением и одновременно с радостью. Ведь не каждый день домохозяйка имеет возможность надеть красивое платье и в торжественной обстановке принять в награду золотую подвеску. Впрочем, в праздничные дни внимания ей не занимать. Это большая радость, когда старшие дети дарят цветы. Действительно, это правда, это так. Младшие рисунки рисуют. Ну, праздники у нас семейные, да. Это радость, ну, это не сказать. Это очень такая большая радость, когда их много. Да, тяжело всякое бывает, но это очень хорошо. Среди награжденных и лучшие представители своей отрасли. На протяжении всей нашей истории женщины в насилии вносят огромный вклад в дальнейшее политическое, экономическое развитие государства, сохранение мира и межнационального согласия. В самые трудные для страны годы женщины проявляли мужество и стойкость, делали все возможное для сохранения и процветания государства. В трагические январские дни Аксакалу успокаивали народ и призывали к миру. Одна из них – Маржемия Сайдуова. В этот критический период написала письмо в поддержку главы государства Касымжа Марта Такаева. Слова, полные глубокого смысла и трепет, изложенные на бумаге, дошли до сердца президента. Руководитель региона Кумар Аксакалов в преддверии международного женского праздника 8 марта выразил ей слова благодарности и признательности от имени главы государства. «Ваше письмо на имя президента президент прочитал и благодарит вас за теплые слова. У нас есть для вас ответное письмо, которое написал сам президент. Я специально приехал, чтобы передать его. Благодарим вас за житейскую мудрость и неравнодушие». Маржемия Апай родилась 1 января 1932 года в селе Жаножол района Шалакына. После окончания войны труженица тыла получила образование в Кокшетау. Затем работала учителем начальных классов и библиотекарем. «Я много работала. Вышла замуж, всегда всем сердцем переживала за свою страну. Родила 8 детей. Призываю всех к миру и согласию. Надеюсь, наша страна будет процветать». Маржемия Апай – богатая женщина. У неё 9 внуков и один правнук. Труженица тыла желает всем казахстанцам благополучия и мира. Призывает молодёжь к единству и согласию. Сирокастанская область богата талантами. У многих он проявляется с детства. Мария Татаренко с раннего возраста активна, любознательна, целеустремлённа. Своей любовью, заботой и советами её окружали мама, бабушка и дедушка. Сейчас она сама мама. Воспитывает 6-летнего сына. И успешно совмещает общественную деятельность. Мария – заместитель руководителя КГУ Кухамда Келеса. «Когда я его забираю с футбола или с детского сада, я стараюсь в первые минуты сразу узнать его эмоции, впечатления о том, как он провёл день, это время. Приходя после работы, он мне даёт время отдохнуть. И потом мы вместе играем, гуляем, вместе учим уроки. Сейчас он активно учится читать. Поэтому мы довольно много времени проводим вместе. Но, конечно, большинство времени, это целый день, уже более пяти лет, с ним проводит моя мама. То есть всё основное воспитание, которое сейчас в нём заложено, это всё труды моей мамы». Мария всегда хотела быть полезной для своей страны и работать во благо нашего общества. Благодаря заложенному фундаменту школьных лет и своей дальновидностью она достигла немалых побед. В 2009 году при окончании школы получила нагрудный знак Алтенбельга. За вклад в укрепление межэтнического согласия награждена юбилейной медалью «Казахстан Халкасом Лесина» «Жермажил», а также благодарственным письмом первого президента Республики Казахстан. «Одним из главных достижений является то, что в 2019 году я заняла второе место в республиканском конкурсе научных проектов, посвященных казахстанской модели межэтнического согласия и общенационального единства. Я подготовила научный проект, и он был высоко оценён со стороны конкурсной комиссии в республике, в связи с чем я заняла второе призовое место». Как рассказывает мама Мария, 90-е были сложны. Старались успевать работать, содержать семью и воспитывать детей. Марию воспитывали в строгости, требуя хорошей учёбы. И Мария, в свою очередь, не подводила. Любила читать и узнавать новое. Благодаря учительнице казахского языка очень полюбила этот предмет. И в 2017 году взяла гран-при в областном конкурсе за знание государственного языка среди представителей некоренной национальности. «Когда не слушалась, мы лучше с ней замолкали, чтобы не ссориться, не доводить до скандала. И поэтому она сама всё обдумает, подойдёт, извинится или поговорим потом вместе с ней, обсудим. Она всегда любила казахский язык и всегда стремилась. В садике, в школе она, в университете кругом всегда изучала. Ей нравится». Раньше женщина отводилась роль только как хранительница очага. В современном обществе женщина многогранна. И Мария Татаренко именно такая. Полицейская форма, целеустремлённый взгляд и погоны на хрупких плечах. Инспектор отдела службы пробаций Кульжан Кашенова ежедневно выполняет свою работу наравне с мужчинами. С самого раннего детства отважно, справедливо и честна. По окончанию 11 класса поступила Павлодарский юридический колледж. В звании лейтенанта начала работать в департаменте уголовно-исполнительной системы Северо-Казахстанской области. В том, что Кульжан ни разу не свернулась с выбранной ею пути заслуга отца и её мужа. Я вот с детства, как отец мой служил, был афганцем, работал в казете, в форме офицером был. Я вот всегда на него смотрела и тоже мечтала быть тоже похожей на него. И всегда в детстве я была справедливым. Меня всегда учили, что весь что-то говорить нужно делать. На работе инспектора за стенами отдела Кульжан, как и все женщины, хрупкая, любящая и заботливая. После тяжёлого рабочего дня она спешит своим детям и мужу. Признаётся, что очень требовательно как в работе, так и к своим детям. Я как мама, я хочу сказать, что я строгая. Я воспитанием детей очень к этому отношусь. Особенно старшему сыну. Он как у меня сын. Я хочу, чтобы он был справедливым, достойным, чтобы он когда вырос, у него были вот эти качества, которые сейчас у меня есть. Я вот это стараюсь. Ему постоянно говорю, объясняю, что вот нельзя так, вот так вот надо поступить. Вот это всё объясняю. А вот дочь, дочь у меня нежная. Я её как-то жалею. Женщины-полицейские всегда стараются, несмотря на острую нехватку сил и времени, окружить детей любовью и заботой. Ведь именно служба в правоохранительных органах даётся сознание ценности каждой минуты, проведённой с ребёнком. Важность доброго слова и нежных прикосновений, тёплых маминых рук. Вдруг раздаётся клич москвички Зинаиды Троицы. Женщины на паровоз. Вот вам клич такой был. И женщины пошли. Любовь Константиновна на железной дороге проработала 35 лет. Была в должности учителя, а затем и директора школы рабочей молодёжи. Она – труженик тыла, почётный ветеран Южноуральской железной дороги. С 2009 года проводит экскурсии и помогает сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. Казалось бы, в 96 память должна подводить. Но она с энциклопедической точностью помнит даты, события, имена. Я не представляю, как бы сложилась моя жизнь, если бы не было вот этой работы. Здесь очень интересно. Очень интересно. Такие экспонаты интересные. О них можно рассказывать бесконечно. Вот вы знаете, Эмиль Рахматович – это такой заботливый хозяин. Он отовсюду вот тут высматривает, где вот что бы можно принести в музей. Любовь Константиновну можно слушать часами. Поставленные голосы – удивительная подача повествования. Она тонкая и чувственно передаёт значимые моменты прошлых лет. Эмиль Шафиков – хранитель музея. Его вклад в историю локомотивного депо имеет большое значение. В свои 86 лет мужчина продолжает находить предметы, связанные с железнодорожным делом, и пополнять коллекцию музея. Помогали все это, в том числе. И мне приходилось всё это вот. Вот этот вот машинист Якуцович, он привёз многородских лесов. Каждый год он ездил туда и собирал эти оружия и прочее. Это то, что осталось после войны. Вот и он подарил здесь много подарков радиотехники. Подарил Волков Геннадий Петрович, Любовь Константиновна. Вот и в общем всё не поучаствовало в создании этого музея. В музее бережно хранятся различные экспонаты, среди которых биография и фото первых машинистов. Детали и оборудование прошлых лет. Имеется и важный архивный документ конца XIX века. Телеграмма начальника строительства железнодорожного полотна. В ней идёт речь о начале движения поездов. Первый отправился с перона Петропавловска 130 лет назад. Любовь к восточной культуре перетекла и в создание национальных нарядов. Рамзия Мордвинцева – активист татаро-башкирского центра «Дуслык». Увлекается восточными танцами и шитьём. Национальные праздники занимают заметное место в жизни татарского народа. Рамзия Ахметовна ведёт насыщенную общественную жизнь. В период пандемии столкнулась с изоляцией и начала самостоятельно создавать национальные костюмы. Материал у меня идёт в основном помбархат и велюр. Но велюр – стрейч. На тюбетейке желательно стрейч, потому что он шьётся легче. А вот искусственный велюр, он идёт только на кабзолы. Вот кабзол раскраиваю я, потом после раскройки я всё шью, а потом сверху я пришиваю уже вот такие всякие. Праздничные наряды позволили пережить трудный период. И теперь национальные костюмы Рамзия Ахметовна используют в значимые дни и массовые мероприятия. Восточные костюмы рукодельница дарит близким и друзьям. Женский праздничный наряд состоит из головного убора – калфак либо тюбетейка, нарядного платья и камзола. С татарского это переводится – жилет. Традиционный татарский узор – тюльпаны. Ими украшен жилет и головной убор. В коллекции Рамзии Ахметовны не только татарские костюмы. Имеются восточные наряды других конфессий. Праздничные убранства она создаёт как для мужчин и женщин, так и для детей. Ну вот эта тюбетейка мужская. Это я уже сама без всякого каркаса, без всего, сама сшила её. Национальный полумесяц, звёздочка. У нас такой национальный обряд, как говорится, у татар. Ну и вот эта тоже она, тюбетейка женская. Тоже вот камнями я её всё обшила. И детские маленькие тюбетейки. На пошив одного костюма уходит несколько дней. Рамзия Мардвинцева находится на заслуженном отдыхе. А потому образовавшееся свободное время с удовольствием посвящает творчеству и общественной деятельности. Наталья Аитова, Адиль Нуржанов. Специальный репортаж. Неизменный атрибут женского дня – цветы. Каждый год весной пробуждается вся природа. Наступают тёплые солнечные дни. Распускаются первые цветы. Именно в это время всех девушек и женщин поздравляют с прекрасным праздником 8 марта, который просто невозможно представить без нежных и красивых тюльпанов. Пока одни в предвкушении букетов, другие в разгаре работы. У флористов праздничные дни трудоёмкие. Женщина раньше была только храниться в милиции очага. Но в настоящее время женщина в бизнесе, женщина в политике – это уже настолько всем знакомые понятия. Уже, наверное, никого не удивишь. Женщины сейчас и руководят крупными заводами. И у меня есть много знакомых, которые занимаются и сельским хозяйством. Вроде бы всегда это считались чисто мужскими направлениями. Женщины также занимаются сейчас высокие руководящие посты. Поэтому женщина не только может. И при этом же остаётся хорошей мамой, успевает и детьми заниматься. Дарите девушкам цветы, наставлял поэт. Не иначе, как в преддверии 8 марта. Розы, тюльпаны и мимозы всегда были и остаются главными спутниками международного женского дня. Я думаю, не только 8 марта надо дарить женщинам или девушкам. Надо желательно каждый день дарить. Особенно мамам, бабушкам. А девушкам можно по праздникам. Вне зависимости от праздников, в каждый день девушки заслуживают внимания. И цветы являются, я думаю, главным показателем в наши дни. И, конечно, цветы. Тюльпаны – это как цветок весенний. В преддверии праздников цветы обычно всегда дорожают. Но цены поднимают не флористы на местах. Они удваиваются ещё при закупе. Влияет на стоимость и курс валюты. При закупе на аукционах уже цена на цветок отличается, чем средне-круглогодичная. Плюс у нас выросли транспортировочные расходы, причём существенно подорожая стоимость. А даже определённые позиции цветов, которые у нас шли ежегодно по контрактам, и цена в контракте не должна меняться в течение года, она у нас изменилась к 8 марта. Цветы способны подарить ощущение радости, вызвать чувство любви и восхищения. Они неизменно поднимают настроение и приносят эстетическое наслаждение женщинам любого возраста. Представительницы слабого пола могут быть водителями автомобилей наравне с мужской половиной. А в некоторых случаях не просто на равных, а даже лучше. Айжан Большинов, вот уже 12 лет, является водителем 9 маршрутки. Освоить прелести вождения её научил отец на семейном грузовом автомобиле ГАЗ-52. Я начала-то кондуктором в автопарке в МАПе, то ушла водителем в троллейбус. Но снова вернулась в МАП, Валерий Николаевич меня взял. По-моему, если бы он не взял, я бы, наверное, и не работала бы. А потом позвонила Галину Петровне. Я просто на маленьких китайцах не ездила, у меня Аврора там была. Тоже Галину Петровну так и так. Не знаю, смогу я на китайце маленького работы лет, но давайте попробуем. Она говорит, ну давайте попробуем, давай попробуем. Попробовала, получилось. Так и осталось на девятке. Пассажиры, как признаётся Айжан, бывают разные, но в основном доброжелательные. Водители других транспортных средств всегда уступают дорогу, узнают, здороваются, выражают своё уважение. Работа для неё совсем не в тягость. После завершения рабочего дня Айжан спешит к своему сыну. Он хочет пойти по её стопам. После окончания школы планируют поступить учиться на автомеханика или автослесаря. Никто не прикалывается, никто не смеётся. Иногда бывает, просто может кто-то не видел ни разу, что вот стоишь на перекрёстке и показывают, типа классно. Что может, типа на автобусе, наверное, женщина за рулём. Вот ребёнок недавно. Можно выйти, я деньги потерял. Ну куда ты выйдешь, мокрый бежишь, с улицы где-то играл, видать? Нет, я не высаживаю. Есть, а только пьяных. Совсем пьяных высаживаю. Во внутреницах современных автомобилей вообще разбираются единицы. Причём как мужчины, так и женщины. Однако тут есть одно «но». В отличие от мужчины, который ни при каких обстоятельствах не признаёт себя некомпетентным в вопросах, касающихся автомобиля, женщина никогда не побоится открыто об этом сказать. Более того, женщина за рулём более внимательна и аккуратна. Редактор субтитров А.Сёмкин